Деньги не пахнут Стараются обрести легальную крышу для своего темного бизнеса Впереди новые выборы и новая попытка реванша В нашем специальном репортаже «Мурманская Кущевка» мы раскроем секреты мусорной королевы Новейшей историей Мурманска было несколько попыток криминала проникнуть во власть Десять лет назад очередную предпринял Андрей Горшков, председатель совета директоров ЗАО «Бизнес-сервис» Основатель общественной организации «Кольское собрание» Влиятельные покровители были в свое время и у печально известного в Мурманской области Авторитетного предпринимателя Андрея Горшкова Дважды судимого бизнесмена не случайно называли и черным губернатором, и ночным мэром Серьезные связи помогли ему занять нишу по нелегальному обороту цветных металлов А потом, чтобы избежать уголовного преследования, переехать в Прагу Шел 2003 год Мэр Мурманска Олег Наденов был к тому моменту тяжело болен И все понимали, что власть в городе скоро поменяется Вокруг кресла градоначальника началось брожение Именно в этот момент и заявил о своих политических амбициях Ранее судимый предприниматель Андрей Горшков Он мог спокойно сидя в компании Например, тогда мобильные телефоны были определенной редкостью И при звонке заявить, что какие-то вопросы оппоненту, который на той стороне линии был Что его вопрос он сегодня решит, например, с губернатором в бане или на турбазе Хотя об этом даже речи никакой не было Или, например, было такое заявление, несмотря на то, что он находился в Мурманске Я сейчас нахожусь, например, в Москве, в правительстве И решаю вопросы по финансированию для Мурманской области Я понимаю, конечно, реакцию на той стороне провода То есть в глазах он пытался всегда, скажем, сказаться тем человеком Который непосредственно решает проблемы и заботы Не только своего, скажем так, вялотекущего бизнеса Но и, как правило, проблемы региона Официально он возглавлял компанию, занимающуюся скупкой и переработкой цветных металлов Неофициально был главой преступной группы Которые в то время приписывали ряд дерзких преступлений Как, например, расстрел прямо у ворот металлобазы Смотрящего за городом и областью авторитета фигуры Андрей Горшков дважды судим То есть дважды решением суда он признавался виновным в совершении уголовно наказуемых деяний В начале 2000-х годов он подозревался в причастности к ряду заказных убийств Совершенных на территории города Мурманска Надо ли говорить, что в то время бизнес Горшкова был полулегальным В скупках принимали ворованный металл, немало не интересуясь его происхождением Варварски резали суда, пополняя кладбище кораблей новыми остовами Суда стекался цветной металл, похищенный с горно-металлургических комбинатов Комбинат серый никель, вы знаете, что он основной комбинат, который дает прибыль для Мурманской области Но факт хищения там, конечно, очень большой существует Начиная где-то с 92-го, 93-й год и 94-й, там произошло, соответственно, массовое кража металла Но что установлено было официально, если мы изымали металл по 8-10 тонн, то, возможно, ворует, конечно, еще больше Но несмотря на большие деньги, вложенные в предвыборную кампанию, Горшкову тогда, в 2003 году, не удалось стать мэром Мурманска Хотя он и сумел набрать 11% голосов избирателей Любимое слово Горшкова было – раздербанить Вот он этим практически занимался, не гнушаясь ничем Он всегда, как паук, расставлял сети, слагал легенды о том, что денег у них немерено, денег у них чемоданами Эти чемоданы надо куда-то, скажем так, пристраивать Спустя год, в 2004-м, он предпринял еще одну попытку подчинить себе город Выставив на выборы в Совет депутатов сразу нескольких своих кандидатов Среди них был и Степан Тонаныкин, второе лицо в бизнес-сервисе – правая рука Андрея Горшкова Даже на предвыборных плакатах они стояли в обнимку Горшков не сумел воплотить свои далеко идущие планы по захвату горсовета Он оказался в разработке УВД и после громкого скандала был вынужден податься в Бега, уехать из России У него большая злость на администрацию, потому что ему в свое время просто не дали войти во власть Криминалу во власти нечего делать А вот его помощник Степан Тонаныкин вышел сухим из воды Он не только получил заветный мандат народного избранника, но и унаследовал вместе с Андреем Кривошеевым и Олегом Ждановым металлический бизнес Дела у товарищей шли хорошо Можно только предполагать, какие наполеоновские планы строили Тонаныкин и Жданов Глядя на город сверху из окон своих особняков в престижном микрорайоне Огни Мурманска Ученики превзошли своего учителя Они сумели воплотить заветную мечту Горшкова в жизнь Олег Жданов прославился на всю страну как главарь банды Ждановских Долгие годы наводивший ужас на мурманских предпринимателей и устроивший перестрелку в Пурге Трагедия произошла утром 17 июня около 7 утра Кто-то из членов группировки заказал кальян и попытался прямо в ночном клубе покурить наркотики Служба безопасности выставила нарушителей на улицу Спустя два часа бандиты организовали акцию возмездия Вернулись и буквально расстреляли из оружия фасад здания Это беспрецедентный факт Преступление совершенное с особой жестокостью, цинизмом И объяснение этому только неуважение просто Неуважение к обществу, неуважение к моральным ценностям общества И вообще к жизни людей Потому что применение оружия в отношении абсолютно посторонних лиц Которые ничего не сделали Объяснение, я вот нормального объяснения не вижу Позже выяснилось, что банда имела собственную штаб-квартиру с тиром и тренажерным залом А также хранила достаточно большой запас оружия и снарядов В арсенале нашлось место даже армейскому гранатомету По горячим следам нескольких членов группировки задержали Однако ее главарь успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск И вы сами прекрасно знаете, не секрет никого, что все называли их штановскими Они когда приезжали к какому-либо коммерсанту и требовали какую-то сумму денег По надуманным предлогам Якобы там коммерсант кому-то должен Они представляли, что это... Они ждановские, а не от Жданова Жданов был полностью в курсе всех этих событий Создатель банды Олег Жданов, как выяснили следователи, не бедствовал По информации полиции, владелец недвижимости на Мурманской Рублевке в Норвегии и Испании Он свободно перемещался по Европе и планировал обзавестись домом в Великобритании стоимостью в миллион евро Криминальный бизнес приносил ему хороший доход Перестрелка в ночном клубе «Цветочки» по сравнению с преступной деятельностью вооруженных молодчиков Основной массив это ранее не зарегистрированные преступления, с которыми граждане не обращались в правоохранительные органы Только после применения мер государственной защиты, соответствующей с законом Только после этого стали обращаться и регистрироваться их заявления, обращения и проводиться проверка Применяется весь комплекс мер, вплоть до засекречивания данных свидетелей по уголовным делам Лебединая песня группировки «Вымогательство у крупного мурманского автоперевозчика» Причастность Олега Жданова к этому преступлению уже доказана Членов УПГ обвиняют в бандитизме, вымогательстве и побоях Восемь человек арестованы, четверо находятся под подпиской о невыезде По данным регионального УМВД, целью банды была криминализация бизнеса Контроль над оборотом лома черных и цветных металлов Устранение конкурентов и запугивание местных бизнесменов Также установлено, что обвиняемые причастны к поджогам в декабре 2011 года Которые вызвали общественный резонанс Они сожгли три передвижных торговых павильона и автомобиль «Лексус» Принадлежавший одному из мурманских предпринимателей Как сообщает следствие, члены группы в течение нескольких лет нападали на жителей города Вымогали деньги и совершали другие преступления В результате их действий пострадали 15 человек Сумма причиненного ущерба превышает 10 миллионов рублей В отношении 12 ждановских расследование завершено Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением Дело в отношении организатора банды Олега Жданова выделено в отдельное производство В настоящее время решается вопрос о экстрадиции Олега Жданова с территории Норвегии Где он был задержан сотрудниками Интерпола Между тем его товарищ Степан Тананыкин все это время трудолюбиво карабкался по карьерной лестнице Минутой славы для бывшего подручного криминального авторитета стала инаугурация на должность главы города-героя Мурманска Клянусь, при осуществлении полномочий главы муниципального образования города Мурманск Соблюдать конституцию Российской Федерации Федеральные законы Законы Мурманской области Устав муниципального образования города Мурманск И другие нормативные правовые акты органов местного самоправления Восхождение Степана Тананыкина на вершину власти совпало с периодом политической смуты Немного косноязычный, снискавший репутации иуды, предавший на своем политическом пути ни одного, только Горшкова Он сам дал себе характеристику Действительно я совершил такой поступок, можно сказать, даже подлый Впрочем, ждать покаяния от выходца из криминальных кругов было бы наивно Он добровольно сложил себя полномочия спустя 4 месяца после избрания Не потому, что совесть заела, а потому, что объективно проиграл А ведь какая карта шла Тананыкину в руки Ему, выходцу из полулегального металлического бизнеса, первым удалось легализоваться Теперь он не занимался скупкой цветмета Он возглавлял компанию, специализирующуюся на вывозе бытовых отходов Ему, как первому лицу в городе, достаточно было найти администратора Который займется бумажной работой И можно было спокойно исполнять роль свадебного генерала Ни о чем не беспокойся И такой администратор нашелся Удивительно, но компанию-политику с бандитским прошлым Согласился составить интеллигент, педагог, бывший директор школы И заместитель председателя городского совета Алексей Либеров Он с радостью взял на себя все хлопоты В период царствования Тананыкина Либерова часто видели в кабинете главы, расписывающего за мэра документы Наверное, в тот момент он действительно мнил себя хозяином положения и реальным городоначальником Оставалось только укрепить комбинацию третьей фигуры – сити-менеджера На этот случай у Степана Тананыкина был готовый кандидат Ольга Сорокина Его первый заместитель и действующий депутат городского совета И когда был объявлен конкурс на главу администрации Ольга Борисовна действительно появилась на пороге комиссии под руку с Алексеем Либерова Политическому триумвирату Тананыкин Либеров Сорокина тогда, в 2011 году, сложиться не довелось Ольга Сорокина так и не получила заветного титула сити-менеджера Тананыкин лишился поста главы Мурманска Либеров – должности заместителя председателя горсовета С тех пор троица притихла Мусорные лоббисты на время затаились Лишившись всех постов муниципальной власти, они, видимо, сосредоточились на своем коммунальном бизнесе Кстати, оказавшись без работы, бывший директор школы и педагог Алексей Либеров Вместо того, чтобы вернуться в систему образования и работать с детьми Предпочел работать с отходами и нечистотами Деньги ведь не пахнут Жаль, не афишируют свои доходы депутаты муниципальных советов Иначе избиратели знали бы, что скромный заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью Оркоинвест Депутат Мурманского городского совета Ольга Сорокина Если верить открытым источникам, в 2011 году заработала 10,5 миллионов рублей Почти в два раза больше, чем задекларировал президент страны Владимир Путин Это при том, что, по словам Сорокины, тарифы на вывоз мусора низкие и дела идут из рук вон плохо Те же источники сообщают, что ее коллега по депутатскому корпусу и мусорному бизнесу Степан Тананыкин два года назад заработал более 16 миллионов А это больше, чем президент и премьер-министр страны вместе взяты Кстати, после того, как в эфире Артик ТВ были озвучены эти астрономические суммы Сорокина и компания попытались привлечь к уголовной ответственности за разглашение коммерческой тайны главного редактора телеканала Будучи уверенными на 100%, что их прибыль не касается ни журналистов, ни избирателей Коммунальные нувориши, конечно, могут прикидываться малоимущими перед простыми людьми Но избирательную комиссию не обманешь Каждый кандидат обязан представить в ТИК сведения о размере и источниках своих доходов Итак, наша скромница Ольга Сорокина сама призналась, что ее годовой доход действительно больше 10 миллионов рублей Порядка 8 из которых она зарабатывает по своему основному месту работы ООО «Оркоинвест» У рядового депутата городского совета также в наличии целый автопарк дорогих иномарок BMW X5, Porsche Cayenne, Toyota Camry и спортивная Mazda Миллионерша Сорокина владеет также банковскими вкладами и акциями И мы не удивимся, если часть сбережений она хранит в иностранной валюте за рубежом Но только на встречу с избирателями Ольга Борисовна приходит пешком и в старой курточке И в унисон с гражданами возмущается коммунальным беспределом Хотя очевидно, что именно этот беспредел позволяет нечистым наркодельцам сколачивать свои состояния Будь то двойные квитанции или тарифы за вывоз и утилизацию мусора Оборот компании порядка 30 миллионов рублей в месяц Деньги мусорщики берут как за вывоз, так и за утилизацию Насколько хорошо и регулярно они очищают придомовые контейнеры, вы можете судить сами Это еще цветочки, как и сейчас Мусор очень редко, две недели там могут даже больше не ввозить 8 тысяч рублей вот с меня берут за мусор А если я в неделю один такой пакетик вынесу, они еще ничего не берут Как сказать по-русски, блин, свинца вот здесь у нас и все, блин Что вот это помойка, что вот там еще, как проклятые мы Мусорку вот сейчас еще нету никого, так обычно собаки растаскивают Там полазают все это И вот занесено снегом, дворники просто уже не трогают, чтобы не видно было этого безобразия Во дворах куча мусора, сейчас снег тает, начнет, все поплывет И все канализация, естественно, куда? В Кольский залив Вот, естественно, во дворах грызуны, больные птицы То есть надвигается весна, значит, на это обратить надо особое внимание, естественно У нас причины график, под график, у нас подъехать нельзя, у нас не платят, у нас там еще что-то В городе порядок должен быть, что это такое? Задача одна, чтобы мусора не было А все остальное это разговоры Ну а как мусорщики уничтожают отходы, можно увидеть, отправившись на полигон в районе поселка Дровяное Эта свалка – головная боль и для жителей Западного берега, и для экологов, и для прокуроров Имеются соответствующие требования к объектам размещения отходов, которые как раз-таки данное юридическое лицо При решении своей уставной деятельности не соблюдает В связи с чем, скажем так, и были приняты меры прокурорского реагирования Юридическое лицо обязано соблюдать все эти требования, которые, скажем так, у нас законодательством урегулированы Зловонную помойку давно должны были закрыть Но орки продолжают сваливать туда нечистоты и зарывать их бульдозером Казалось бы, никаких затрат, но по бумаге миллионы и миллионы рублей из карманов мурманчан Уходят на закупку очень дорогого щебня и песка А, возможно, оседают в кармане у дельцов, которые не спешат выполнять предписания прокуроров Видимо, депутат местного законодательного собрания плевать хотела на закон Или она уверена в своей безнаказанности? Прокуратуры, я так считаю, что им нечем заняться, они себе статистику нарабатывают Потому что всем понятно, что... А по поводу чего, кстати, предостережения, о чем речь идет? Точно к Оркоинвесту? Да, да, обязалась для них нарушения... По поводу чего? Городской свалки Так вот, городская свалка с 50-х годов прошлого века функционирует Мусорный бизнес, как ни крути, не самый чистый из существующих в прямом и переносном смысле этого слова Оркоинвест не исключение О липовых сделках и бандитских замашках владельцев компании рассказывают бывшие компаньоны мусорных королей У нас была создана, значит, фирма, 50 на 50, значит, Оркоинвест И я, как частное лицо, мы создали Орко-вторисурс, фирму в городе Мурманске Мы находились на территории, ну, на территории их базы, это Натверглово, 13 было производство Вот, в конце они потом решили меня кинуть и, короче, ну, все, все имущество, все себе забрали, как бы Там, как уголовного отдела, они это признали, кроме машины, кроме команды, что они удерживают это Но, как бы, согласны все вернуть, но, хотят, чтобы я к ним приехал, значит, на этот самый, как сказать Ну, к ним туда приехал на разговор Вот, а у них, они же, как у них, вот, там, уголовники, так не уголовники, как их, нет, там, гандиты-то их, на территории их базы находятся Вот, ну, я понимаю, что они каким образом что-нибудь хотели поговорить Свердлова, 13, знакомый адрес Именно здесь расположена знаменитая металлобаза Штаб-квартира бывших Горшковских, потом Ждановских, а нынче, видимо, Тонаныкина, Сорокина и Либеровой Где вынашиваются планы покорения Мурманска Коммунально-криминальный круг замкнулся К счастью, до сих пор город-герой никому не удалось превратить в ручную Кущевку Где, как мы помним, безраздельно правил клан Цапков во главе с Цапчихой Как называли мать-главы организованной преступной группировки Женщины сильной и властной Как она стала хозяйкой целого города И правда ли, что убийство 12 человек было подарком к ее дню рождения? Сильной и властной сама себя называет и Ольга Сорокина Отличный хозяйственник, хранительница очага И, видимо, прекрасная ширма для очередного реванша со стороны криминала Вернуть себе утраченные позиции во власти План простой и циничный Всеми правдами и неправдами провести Ольгу Сорокину в гурсовет И сделать главой города Тананыкину добыть должность сити-менеджера Ну а серым кардиналом при мусорных королях сделать Алексея Либерова Один рулит, другой распоряжается финансами Третий пишет нужные законы Пасьянс сошелся Если только планам этой троицы не помешают мурманчане Которые в день выборов скажут свое «нет» криминалу во власти Алексей Либеров и Ольга Сорокина Зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мурманского городского совета Олег Жданов задержан Интерполом в Норвегии Следствие располагает информацией Что он вынашивал планы скрыться от правосудия Великобритании Ему инкриминирует часть 1 209 статьи Организация преступной группы Решается вопрос о его экстрадиции на родину Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова